Практическая психология Или по каким-либо там другим своим интересным, увлекательным, профессиональным делам Здорово, когда у человека есть любимая сфера жизни И если в этой сфере еще и происходит реализация каких-то проектов Это, мне кажется, вообще счастливый человек Вы себя таковым считаете? Обязательно Я в первую очередь считаю себя счастливым человеком А потом уже каким-то профессионалом и так далее и тому подобное Не просто так ведь у вас появилась игра «Я счастлив», да? Да, да, да Хорошо А как вообще пришли в психологию? У нас программа называется «Практическая психология» Нам интересно все, что связано с психологией И еще лучше, если мы у вас чему-то научимся и это сможем потом применять Мой путь в психологию начался где-то примерно в 2002 году, наверное Мне нечаянно в руки попалась книжка Фрейда Я тогда учился в медучилище на медбрата И я подумал, что негоже образованному человеку не знать первоисточники, не читать Фрейда Я решил его почитать И тут буквально с первых страниц я понял Вот оно, вот оно то самое, что я хотел, да И после окончания медучилища я поступил на психолога Благополучно его закончил Хорошо, смотри, ведь когда ты имеешь психологическое высшее образование Там столько у тебя открывается перспектив Ты можешь в клиницистику уходить, ты можешь в семейное Ты можешь в педагогику, все что угодно, все в твоих руках Но ты почему-то выбрал такое направление, как игропрактики И мало того, не просто вести чьи-либо игры, да Трансформационные, психологические, но стать автором своих собственных игр Не каждый, кстати, это может Да-да-да, вот путь в игропрактике, он был такой более длительный, нежели в психологии То есть если психология попала сразу после Фрейда, я начал зачитываться Потом после Фрейда пошли другие Авторы Да-да А вот в трансформационные игры я попал, наверное, еще более случайно, нежели вот случайное попадание Фрейда Началось все с того, что где-то в 2008 году ко мне в руки попалась Киосаки Ну тогда, наверное, все зачитывались Киосаки, он тогда был прям такой на волне популярности И я подумал, что, боже мой, как он вот мог умудриться такое огромное, колоссальное количество информации Запихнуть в одну маленькую коробочку И у меня возникла такая идея Фикс, ну она просто была где-то в голове, где-то там в крайнем углу О том, что когда-нибудь, может быть, я вот тоже сделаю какую-нибудь такую игру Потому что меня поразила, насколько маленькая, простая, доходчивая и в то же время очень такая эффективная штуковина Вот эта вот игра И в 2014 году я ехал после очередного тренинга домой, уставший, замученный, на пассажирском сидении И вдруг ко мне приходит, вот прям я вижу игру И с этого началось такое уже профессиональное восхождение именно в сторону трансформационных игр Какая была первая игра? Первая игра была делой За два часа увлекательной игры вы напишите реальный план достижения своей цели Отлично, то есть она такая своего рода коучинговая, да, больше? Да, 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 она, ну, в этом, наверное, была и простота, что вот я зашел именно с такой очевидной темой Когда было понятно, что вот первое, второе, третье и получаешь результат А в психологические игры, они, понятно, что они сложнее, потому что они такие многогранные Там очень много теорий, практик, да, должно быть в основе лежать этой игры, чтобы она действительно работала Там не то, что 3D, там 86D, ну, то есть она прям, ну, такая должна быть объемная И, наверное, пару лет я тоже ходил вокруг да около, думал о том, как это можно все упаковать в одну маленькую коробочку Ну, естественно, пришло вот это видение, оно такое само собой Ну, понятно, что само собой это не то, что... На самом деле, само собой ничего не приходит, да? Да, да, приснилось, как Менделеев во сне Там столько обработки информации, такие объемы, да, столько всего должно быть стратегий, тактик, все это просчитано Андрей, а какая была вторая игра, вот уже такая психологическая, более глубокая? Вот вторая следующая игра была личностный рост Хотя, не-не-не, вторая игра была время-деньги, она тоже бизнесовая А потом вот появился вот этот вот личностный рост Она по колесу жизненного баланса Зиггзиллера и по понятию личностного роста господина Леви И вот оттуда пошла уже такая психологата Уже начала заниматься именно психологическими играми Потому что я понял, что там гораздо больше поля для деятельности Там гораздо интереснее все это происходит И гораздо интереснее создавать такие вот продукты, которые многогранные Которые не плоские, там в одной плоскости лежат от точки А в точку Б Сделай первый, второй и будет все хорошо А именно, когда существует эта вот многогранность И множество вариантов развития события самого игрока Андрей, вот личностный рост игра возникла Сам прямо почувствовал, как специалист, что вырос? Да, однозначно Ну, это тоже надо сказать, что эта игра у меня возникла Это не из бухты-барахты Долгое время я проводил психологическую мастерскую на эту тему И получилась вот эта вот упаковка Он у меня длился, я не помню сейчас сколько точно По-моему, что-то там 6 или 8 недель было И вот когда я упаковал эти 6-8 недель в одну коробку То есть игра, которая длится 2 часа А результат получается тот же самый, что и после психологической группы Я, конечно, был счастлив, рад А мы-то как счастливы и рады, когда можем поиграть за 2 часа И увидеть перспективу роста этого, да? А может быть, даже где-то прямо вырасти в процессе этой самой игры Хорошо, можно ли этому научиться? Или создать игру, вообще создание игры Это для прямо таких каких-то избранных специалистов? Безусловно Безусловно Конечно же, можно и даже нужно учиться Потому что если бы были вот такие люди, как я тогда В 2014 году, даже в 2008 году То, естественно, мой путь был бы гораздо проще, легче и быстрее И более эффективный, нежели он есть на данный момент После того, как я вот сделал там первую, вторую игру Потом они начали вообще как грибы расти Ну, я уловил вот этот вот свой, поймал свою волну такую И я понял, что вот она такая золотая жила Именно для создания игр И начал делать, причем я старался делать с разными механиками С разными нюансиками Ну, чтобы игры были более интересны даже мне самому В плане проведения И после этого я начал смотреть там на чужие игры Искать какие-то там похожести, разности Для того, чтобы выявить вот эту вот формулу успеха для создания игры И в итоге все это вылилось, что Не помню сейчас точно, года три, наверное, назад Я запустил свою первую вот академию разработки трансформационных игр Где я давал формулу С тех пор, за эти три года, естественно, все очень сильно поменялось Очень много доработок И сейчас у меня есть прямо такая готовая, свежая формула Как разработать свою игру Причем это можно сделать довольно-таки быстро То есть первый прототип игры можно получить буквально за час А вот нету такого ощущения, что сейчас Ну, вот ты как сказал, да? Начали расти как грибы Это потому что потребность у людей есть в этом, да? Или, ну, рынок готов говорит Да, давайте, ребята, если вы можете Такие увлекательные игры делать, то дел Или же это, ну, вот сейчас волна А потом опять пойдет на спад И все положат наши с вами игры на полочку И скажут, ну, да, как вот шахматы Знаете, наверное, шахматы когда появились, да? Наверное, все тоже безумно были счастливы и рады, да? Этому инструменту Твои предположения, твои прогнозы Мое личное такое субъективное мнение Что рынок всегда готов ко всему Если есть предложение, то будет и спрос А если есть спрос, то предложение тем более должно быть Поэтому нужно просто правильно прописывать Свою целевую аудиторию И идти и радовать свою целевую аудиторию Своими продуктами Ну, то есть просто искать, да? Вот искать это зеленое поле, да? И предлагать людям то, что они хотят Конечно, ну, потому что есть же люди, которые хотят там заниматься самообразованием Саморазвитием И они будут всегда Конечно, конечно А когда мы даем этим людям формулу В результате которой они получают те же самые результаты Гораздо за меньше промежуток времени То, естественно, они идут более охотно на такие продукты Тем более, что еще одно такое глобальное преимущество игр В отличие от других форм консультаций, тренингов, семинаров, мастер-классов И прочего В том, что во время игры Ввиду того, что это относительно маленький по времени Отрезок Можно увидеть профессионала Того специалиста, с которым ты работаешь И понять, стоит ли мне идти дальше к нему В терапию, на тренинги Или на какие-то курсы Да, согласна Это такое своего рода знакомство Как он ведет игру Экологично ли это для меня Вообще нравится ли мне этот человек Слышит ли он вообще меня Да, тогда уже действительно можно принять это к сведению и действовать дальше Смотри, вот вчера прошел фестиваль И ты понимаешь, что на самом деле К нам из многих регионов приехали Люди с разными играми У кого-то там, как ты говоришь, может быть Уплощенный вариант У кого-то все это в объеме Но, тем не менее, каждый из ведущих Из авторов нашел свою аудиторию Да, и какие-то определенные отклики Ты вообще ездишь, путешествуешь по России Да и за границу тоже со своими играми Как наши жители нашего региона Отличаются от всех остальных? Есть ли какое-то, вот прямо такая Изюминка, отличие наших ребят? Я вот всегда кайфую Я второй раз приезжаю И в этот раз я прям бегом бежал То есть, когда вы заявили о том, что вот дата фестиваля Я, не задумываясь, сразу же, естественно, регистрировался И побежал покупать билеты Потому что мне очень нравится У ваших жителей Так правильно сказать, жители Да, да То, что они такие экологичные, горящие, желающие И при этом, вот они находятся в золотой середине Они уже знают, что это такое То есть, они такие относительно прокаченные И в то же время они не наелись еще То есть, они готовые, заряженные, горят И очень хорошо получают информацию И, что самое важное, они умеют фильтровать информацию У нас они требовательные очень, да Да, да, вот ты сказала, что там каждый нашел свою целевую Но, тем не менее Ну да, правильно Каждый нашел свою целевую И каждый пошел туда, куда он уже готов идти И это еще одно преимущество Ввиду того, что у вас огромное количество игр Если брать там другие регионы, другие фестивали То у них гораздо меньше столов И здесь были представлены Прямо такое огромное разнообразие На любой вкус и цвет Выбираешь, что тебе больше нравится Вот сегодня ты будешь наших специалистов обучать Как можно создать самим свою собственную игру Которая, конечно же, потом найдет аудиторию И люди будут не просто ведущими чьих-либо игр Да, а можно уже добавить такое слово Автор Ну, кстати, как оно? Создатель Да, создатель Но вообще здорово, когда человек может сказать Что он является автором того или иного проекта В чем твой секрет? Почему ты... Давай даже, наверное, я не так задам вопрос Почему ты так легко обучаешь других специалистов? Ведь очень часто бывает в нашем современном мире как Я знаю тайну, и я ее себе сохраню И не дай бог, я кому-нибудь об этом расскажу А ты говоришь, ребята, я умею, я вас научу Я сделаю, делайте так, делайте еще лучше И будет вам счастье Откуда вот это внутри желание делиться? Вот это, наверное, такая эволюция собственного развития у меня Что первый этап был, это вот просто разработка игры Я кайфовал от того, что вау, я смог там поместить Вот такое огромное количество в такую маленькую игру Второй этап развития был, это то, что я обучал других ведущих Чтобы они проводили игру, не теряя в качестве Давали то же самое И третий этап, это когда я понял, что Ну, ввиду того, что у меня уже там больше 20 игр Я уже потерял счет, сколько у меня их Мне стало просто неинтересно это делать самому И сейчас, обучая других людей разработки Это такое столкновение с другими мирами Потому что каждый человек, это вот прям реально свой мир Он видит не то, что там свое видение какой-то темы А он видит именно вот эти вот игровые штучки Игровые всякие там механики, механизмы, атрибуты Он это видит по-своему, да И на состыковке, когда я даю какую-то там теоретическую часть Вот обучаю разработке И когда он это воспринимает по-своему И перерабатывает через себя И выдает совершенно иное До чего до меня бы вообще никогда в жизни не дошло Или когда он там говорит одно, я говорю другое И вот на состыковке рождается там что-то третье Это просто божественно Ну, это прямо кайфуши Это надо будет понять Именно поэтому я вот с такой легкостью Это все рассказываю, даю Да и к тому же Все психологи так или иначе связаны с педагогикой У всех у нас была педагогика Мои родители, точнее моя мама, моя бабушка Они все педагоги И в детстве я говорил, что я никогда в жизни не буду учителем Вот никогда в жизни А в результате все вылилось в то, что Роза пахнет розой, хоть розы назови, хоть нет И так или иначе я все равно педагог Я обучаю И я кайфую от этого процесса о том, что я могу передать Ту информацию, те навыки, которыми я обладаю другому человеку Но ведь и к тому же мы должны четко понимать Что если у тебя есть знания Их держать в себе Да, это действительно так А когда еще есть люди, которые говорят Да, мастер, мы хотели бы научиться этому Расскажи, как это делается Да, это ведь тоже своего рода такая ступенька Мне кажется, каждый специалист Должен стать потом экспертом Но помимо о том, что Как говорят на Востоке Каждый мечтает Срубить голову потом своему учителю Плохо ты, конечно, не предложил своего учителя Да, 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 это действительно так Ну что, у нас есть еще У нас как раз прям 15 минут с тобой есть Поэтому можно так, не спеша Перейти к моменту Какие бывают игры Вот ты уже Прямо их начинал классифицировать Это, например, коучинговые игры Психологические игры С какими играми ты еще сталкивался И почему ты выбрал вот сейчас Что ты идешь в психологию Или еще будут какие-то другие направления В твоей жизни могут быть Ну, если говорить про такую грубую классификацию То можно выделить Это деловые игры Причем тут могут быть бизнесовые Навыковые Вот смотри, они вот сейчас Востребованы, да, в бизнесе? Востребованы, конечно, конечно Бизнес начинает с большим удовольствием Принимать эти игры Потому что они видят, опять-таки Что они тратят гораздо меньше времени И энергии на обучение своего персонала Это же гораздо круче Чем посылать там своих сотрудников На какие-то там пятидневные тренинги Тут их послали на одну игру Они там полдня посидели И все, они уже обучены Или есть такие вот Одно из моих любимых направлений игр Это такие вот навыковые Которые как разминка Когда в начале дня Ну там, не знаю, там Самый такой банальный пример Каким-нибудь там По продажам Или по переговорам Или там по общению По коммуникациям Когда они утром собираются На планерке Буквально там 15 минут Сыграли один раунд И они вот вспомнили Так освежили все Что забыли ночью И пошли уже в бой Такие более продвинутые У тебя есть такие игры? Да, вот у меня Одна из последних игр Называется Влиятельный дурак Она против Цивилизованное влияние Против манипуляции То есть как научиться Оказывать цивилизованное влияние И видеть И противостоять Манипуляциям То есть это тоже Навыковая такая игра Да, да, да Она именно сделана В виде тренажера Чтобы в нее можно было Играть быстро Легко И постоянно Вспоминая Потому что Одним из такими Ключевых моментов Является то Что мы забываем Банальные Фундаментальные вещи Потому что они фундаментальные Такие банальные Как бы очевидные И мы их спускаем вниз И забываем про их существование А ведь Именно на них Все строится Все остальное Вся сложная структура дальнейшая Поэтому вспомнить их Освежить Эти вот знания Это очень важно Кроме того Называется Влиятельный дурак Да Такое название Я бы сказала Такое прямо Смачное Андрей Почему родилась эта игра Почему именно Манипуляции Тебе были интересны Ну в определенный Твой период жизни И чаще всего Кто идет на эту игру Почему Потому что Почему я сделал Да Потому что Это тоже Был у меня такой тренинг Который я довольно-таки Часто проводил В свое время Этот тренинг И эта игра Основана на Елене Сидоренко На ее книжках Ну мне как бы нравится Мне нравится Цивилизованно Оказывать влияние И мне забавно Наблюдать за людьми Которые пытаются Манипулировать Причем вот Я-то это вижу Ввиду того Что я проводил тренинги Я такой прокачанный В этом направлении Я вижу Вот эти вот Манипулятивные моменты Особенно Когда они такие Неловкие Неуклюжие И это становится смешно И мне естественно Охота Показать людям Как можно Влиять Без манипуляции Да Потому что Очень часто Особенно Это касается Семейных отношений Когда муж С женой Или жена С мужем Начинают Манипулировать Друг друга Вместо того Чтобы просто Сказать Договориться Как оно есть На самом деле Потому что В результате Все равно Выясняется Вся правда Какой там Второй Слушай А получается Что в эту игру Можно играть Не только Коллективом Но и вот Прямо семейная пара Садятся И тут же Себя прокачивают В нее Очень прикольно Играть С семьями То есть Даже с детьми Особенно Если это Ребенок Скажем так От 8 лет Ну вот это Те манипуляторы Еще Да И дети Когда видят Что существуют Другие способы Особенно Когда родители Им там Давали Вот такие Паттерны поведения Что надо Манипулировать Ну естественно Они не говорят Что манипулировать Они просто Такие Паттерны Спускают На ребенка А тут Ребенок Видит Что можно Гораздо Проще Гораздо Эффективнее Это все Делать И В результате Ребенок Ну ввиду того Что он схватывает Быстрее Он потом Начинает Обучать Родителей И это Тоже Забавно Блюдать И еще Эту игру Очень хорошо Играть С друзьями Потому что В среде Друзьями Особенно Такие Вот Приятели Товарищи Которые Там же Тоже Очень много Таких Навязанных Каких-то Таких Слащавых Таких Лестивых Моментов И Когда Они Начинают Играть В эту Игру Они Понимают Что Можно Без Слащавости Лучше Иногда Просто Промолчать Нежели Говорить Что-то Такое Обязательно Про Погоду И так Отлично Итак Что Следующее Что вынашиваешь Еще Какие Еще Есть Направления Которые Тебя Действительно Вдохновили На Рождение Нового Проекта Сейчас Сидит В моей Голове Некая Мысль Не буду Озвучивать Конкретную Тему Хорошо Аудитория Аудитория Дети Семьи Это Бизнес Это Может быть Один на Один Человек Личностный Какой-то Рост Что Тебя Увлекает Вот так Я Наверное Задам Вопрос Сейчас Какое Направление Ну Естественно Это Такое Личное Развитие Личностное Развитие Это Когда Человек Это Наверное Про Кризис Среднего Возраста Или Что-то Такое Для Более Взрослых Людей Не Обязательно Возрастной Взрослой Таких Прокачанных Людей Которые Уже Много Что Знают Много Чего Достигли Но Они Уперлись В какой-то Стеклянный Потолок И не Могут Его Пробить И Есть Такое Некое Количество Информации Которое Необходимо Сейчас Переработать Обработать И Упаковать Это Все В игру Ну Вот Недороже Говорят Что Все Мы Создавая Свои Проекты Проживаем Какие-то Свои Собственные Истории То есть Ты Считаешь Что Ты Приближаешься К этому Кризису Средних Лет И Надо Его Преодолел Поздравляю Ты Тоже Знаешь Как И Что После Этого Есть Жизнь И Поэтому Ты Хочешь Этим Поделиться С другими Ну Да Это Одна Из Вот Если Сейчас Переходить К формуле Создания Игры То Первым Этапом В создании Своей Игры Является Определение Темы То есть Необходимо Четко Определиться Какой Теме Будет Посвящена Твоя Игра И Здесь Одним Из Способов Подбора Вот Этой Вот Темы Является То Что Ты Пережил Только Что Сам То То есть Твой Опыт Да Когда У тебя Была Некая Боль Ты Ее Преодолел Закрепил Эти Результаты Обернулся Назад Понял Что Там Было Понял Как Ты Это Прошел И Вот На Основе Этого Подкрепляя Теоретическими Знаниями Делать Уже Игру Это Такое Одна Из Сильных Почему Это Такая Сильная Тема Получается Потому Что Во-первых У тебя У самого Еще Там Болит Ты Знаешь Каково Это Во-вторых Потому Что Ты Сам Это Прошел И Ты Очень Сильно Импонируешь Своим Людям Которые Играют В Вывод Их Туда На Новый Уровень Это Очень Клево Вот Смотри Ведь Очень Много Вот Я Например Вчера Смотрела Переходила От Одного Стола К Другому Слушала С какими Интонациями С какой Энергетикой Говорят Ведущая С С Игроками Очень Много Зависит От Самого Ведущего Игры Потому Что Одну И ту Жигру Могут Вести По Разному Даже Если У тебя Прописная Инструкция Есть Тебе Своих Детищ Не страшно Не больно Отдавать Другим Специалистам Как Это Все Процесс Сепарации Происходит Пришла Я и говорю Андрей Хочу Вести Твою Игру Ты Говоришь Да Пожалуйста Уезжаешь В Тюмени Я Творю С твоим Детищем Все Что Хочу Как Там Внутренний Этот Процесс Ну Да Про то Что Я Говорил Что Эта Была Передача Информации Чтобы Ведущие Проводили Игру И давали Тот же Самый Результат Для этого Существуют Свои Стандарты Что Нужно Делать Обязательно Естественно Каждый Человек Со Своим Опытом Нельзя Судить Пока Ты Не Походил У Его Ботинка И Естественно Он Будет Это Делать Несколько По Своему Но При Этому Сама Суть Она Должна Человек Существует Либо Какое-то Такое Длительное Обучение Например К игре Я счастлив Там Обучение Длится Около Трех Месяцев Или Написана Книга Например К игре Делай Там Написана Отдельная Специальная Книга Через Цель К звездам В которой Все Детально Попунктно Расписано Что Зачем Почему Почему Именно Вот Это Действие Почему Именно Вот Так Его Преподносить Ну Суть Если Ведущий Уловил Логическую Цепочку Уловил Вот Эту Суть В чем Заключается То Естественно Он ее Сможет Проводить С тем Же Самым Качеством Естественно У него Будет Там Своя Подача Своя Энергетика Свои Какие-то Акцентики Но При Этом Конечный Результат У каждого Участника Он Будет Такой Же Как И у Меня Хорошо Итак У нас С тобой Есть еще Пять минут Чтобы Обсудить Можем ли Вот прямо Сейчас Слушатели Знакомятся С нами И они Говорят Хорошо Парень У тебя здорово Получается Рассказывать Про игры А можешь Ли Ты нам Раз Два Три Пять Шагов Сказать Как можно Создать Самим Игры Понятно Все Так Вот Очень В легкой Форме Какие Этапы Должны Быть Обязательно И может Ли Мама Такая Знаешь Такая Домохозяйка Придумать Свою собственную Игру Для своих Детей Не будучи Специалистом Для того Сейчас я вам Расскажу Все секреты Формулы Для того Чтобы создать Свою игру Необходимо Выполнить Ряд Условий Условий Номер Один Обязательный Это необходимо Самому Болеть Играми Прямо Любить Их Прямо Любить Да Нужно Чтобы был Азарт В хорошем Смысле Этого слова То есть Не так Детки Идите Спрячьтесь Я тут Посчитаю До ста Да То есть Человек Должен Сам Гореть Я не знаю Как это По другому Сказать Азарт Это первое Обязательное Условие Далее Мы выбираем Конкретную Тему Чем уже Будет наша Тема Тем лучше Если мы Говорим Про маму С детьми То прикольно Будет обучать Чему-то Конкретному Это вот такие Навыковые Моменты Если это Не обязательно Навыковые Это может быть Что-то психологическое На осознание Определяем Что это будет Чем уже Тем круче Следующее Это выбираем Свою целевую аудиторию Если это с детьми То понятно Это у нас дети Конкретно Наш ребенок Дальше Пункт третий Мы вычленяем Из чего состоит Наша тема Из каких блоков Из каких этапов Состоит То есть Это может быть Либо блочная Ну то есть Состоит из того-то Или это может быть Этапность Сначала это Потом вот это Потом вот это Так пошаговая Да Такая история Да После этого Мы выбираем Механизм игры Если это Настольные игры Это самый такой Сложный Из всех Из всего спектра Игр Которые существуют Настольные Это самые сложные Потому что здесь Необходимо упаковывать Все в какую-то Одну механику Такой Один глобальный механизм Если это Игры с детьми То тут Как бы все определено Это такие Сюжетно-ролевые игры Или там Сюжетные игры После этого Мы делаем Душу Так Душа Это аббревиатура Д это динамика У это увлечение Ш это шпас А что такое шпас Пожалуйста Для нас Не особо образованных Шпас Это немецкое слово Английский аналог Фан В русском языке Не существует Прямого перевода Самое такое Близкое По значению Это Шутка Шалость Игровой момент Прикол Да 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 Вот именно Вот это Вот Веселье Вот это И А Это атрибуты Когда мы заполняем Душой Нашу игру То есть мы наполняем Именно Игровыми Такими Играфикационными Моментами И мы делаем Не просто Не просто Какой-то там Обучательный характер Там Сделай вот так Сделай вот так А мы это делаем В виде игры Самые такие Простые Техники Превращения В игру Это Либо Продолжаем Еще есть 2 минуты Это Ну такой Самый Такой Нелюбимый Многими уже Опытными Игропрактиками Это когда мы Делаем Какие-то Награды Бэджификации Там и прочее Или это можно Сделать еще проще Разнообразием Это вот на мой взгляд Самый такой Экологичный способ Когда мы Разнообразиваем Разноображиваем Наш процесс Разными Штуками Ну например Одно мы называем Одним Второе мы называем Вторым Например Уборку Можно превратить В поиск клада И вот там Например Игрушки Это у нас будет Песок Одежда Это будет У нас Листочки То есть Мы все обзываем Другими именами Все это Как-то метафорически Начинаем преподносить И в заключении После того Как мы придумали Все эти вот элементы Нам необходимо Протестировать игру Посмотреть Насколько это Результативно Да Насколько это Действительно Дает тот эффект Который мы хотим Получить Если мы не получаем Эффект То мы немножечко Изменяем Трансформировать Игры можно тоже Легко В процессе Часто бывает так Так что игра Игра родилась Ты ее Обкатал Посмотрел Как она действует А потом берешь И дальше уже Ее корректируешь Правильно понимаю Да Вот видишь как здорово Полчаса пролетело Да и не страшно Правда Совсем не страшно Это была Практическая психология Сегодня у меня в гостях Психолог Игропрактик Автор более 20 трансформационных Игр Андрей Усачев Из города Тюмени Тюмени привет И ждем Вновь вас К нам В гости Всего доброго И до встречи Спасибо за эфир Пока-пока До свидания Практическая психология